МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вечер понедельника, а значит, на главном телеканале Якутии еженедельная информационно-аналитическая авторская программа, считаю важным, программа, в которой мы опровергаем, как всегда, пословицу «Утро вечера мудренее». Сегодня у нас две соприкасающиеся, очень близкие темы. Вот через 20 минут во второй части выпуска мы поговорим о первомайских изменениях в сфере ЖКХ, а первую часть нашей программы, нашего выпуска, посвятим вот какой теме. В столице республики, городу Якутску, из федерального бюджета выделен 141 миллион рублей. На благоустройство в рамках общероссийского приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, и это далеко еще не все деньги, вот на что они будут потрачены, на какие проекты, каким образом, вот мы сейчас об этом поговорим. Как всегда, каждый выпуск, ну вы знаете уже, я предваряю некоторым эпиграфом, так эпиграфом вот к этой части нашей программы я выбрал высказывание Освальда Шпенглера. Ну, неважно, он немецкий публицист. Чем для крестьянина является его дом, тем для культурного человека становится город. Не правда ли хорошее замечание? Так должно быть на самом деле. Телефон нашего прямого эфира 42 38 97, вы его видите на своих экранах, а я иду к нашим гостям. Давайте, поскольку у нас очень немного, я представлю. Главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева, Ирина Дмитриевна, добрый вечер, здравствуйте. Начальник департамента ЖКХ окружной администрации города Якутска Дина Олеговна Николаева. Дина Олеговна, добрый вечер. Член общественной палаты Якутска Сергей Синяев, Сергей Викторович, привет. Здравствуйте. Как понравилось высказывание, чем для крестьянина является его дом, тем для культурного человека становится город. Ну, действительно, так и должно быть, собственно говоря, да? Ну, так вот, городской округ Якутск попал в 10, если я не ошибаюсь, да, городов страны, городов России, кому выделяются денежные средства в рамках этого приоритетного проекта. Благодаря чему или кому выделяются такие деньги? Как это все началось, собственно говоря? Во-первых, я бы хотела подправить, не 10 городов. В этом году практически все субъекты Российской Федерации попали в этот федеральный проект. Сумма, которая по Российской Федерации выделена, составляет 20 миллиардов рублей. В том числе Республика Саха-Якутия получила 195 миллионов, из которых 141 миллион выделены городу Якутию. А в чем радость-то, если не 10 городов, а все? Радость в том, что, наконец-то, благоустройство городов, благоустройство дворовых территорий, общественных пространств становится национальным приоритетом. Ну вот, да, приоритетный проект, собственно говоря. И, наконец-то, правительство России обращает на это внимание. Потому что, на самом деле, ранее на такие виды работ выделялось крайне мало средств. Вот с этого года начиная, речь идет именно о создании современной, комфортной городской среды. Речь не идет о том, что мы будем благоустраивать там, ну, как сказать, то, что у нас, конечно, наш город нуждается в серьезном благоустройстве, потому что у нас очень много проблем, там, и с водоотведением, и с обеспечением проездов асфальтированных, и хотя бы там обустройством небольших детских спортивных площадок. Но, на самом деле, цели и задачи проекта гораздо выше и гораздо дальше должны смотреть. То есть это обеспечение качественной, современной городской среды. Мы должны строить новые скверы, бульвары. А вот сейчас об этом поговорим, о направлениях, собственно говоря, на которые будут тратиться эти средства. Сергей, а эти проблемы, вот то, о чем говорит Ирина Дмитриевна, они всем вообще видны горожанам, или они видны только узким специалистам, на самом деле? Вот у нас проблемы в городе, Ирина Дмитриевна, да? А какие уж проблемы, да? Вот в Красноярске, например, там загазованность дикая от заводов. А у нас такого, наверное, чтобы выделить-то нечего особенно. Как вы думаете? Да нет, я бы с вами не согласился. Во-первых, это не только для города Якутска. Вот у меня, мы же с коллегами общаемся, и общаемся в других городах. И поэтому, это по всей Российской Федерации такая большая проблема, и связана как раз, пожалуй, только вот Москва, наверное, сделала такой мощный рывок именно в плане благоустройства дворовых территорий, да? И пыталась создать такую современную, как мы говорим, комфортную городскую среду. И во дворах то же самое, да? А другие города, ну, как-то вот остались неудел, что называется. Нет, город Якутск делает в этом направлении. Для этого создан был как раз народный бюджет. И в рамках этого народного бюджета довольно много. Уже несколько лет подряд производится какая-то вот модернизация детских площадок, спортивных площадок, какие-то вот, ну, пытаемся что-то сделать. То же самое по скверам, да, и по озерам благоустройства. Ну, вот уже несколько раз прозвучало скверы, улицы. На что будут тратиться эти деньги, Дина Олеговна, средства? Вот два направления, да? Какие? Из 141 миллиона, которые придут к нам в субсидии из Министерства лично-коммунального хозяйства, да, две трети суммы пойдет на благоустройство дворов и одна третья на места общего пользования. На сегодняшний день более 100 заявок уже поступило от жителей города Якутска службы эксплуатации городского хозяйства. И 20 апреля эти заявки будут рассмотрены общественной комиссией. 20 апреля? Да. А тут есть еще какое-то время, чтобы вот после нашей программы кому-то очень быстро встрепенуться и подать заявку? Или это нереально вообще уже? До 19 апреля жители города Якутска могут подавать заявки, да, еще три дня. На 2017 год. На 2017 год. Да, кстати, а вот давайте с вами начнем, действительно, от печки, что называется, да? Эти деньги, они на какое время? Эти деньги выделены конкретно на реализацию в 2017 год. В 2017 год. Программа рассчитана на 5 лет. От того, как мы в этом году стартуем, как покажем себя, зависит, сможем ли мы получить напрямую финансирование в следующем году. Задача попасть в реестр лучших городов по России по созданию общественных пространств и благоустройству дворовых территорий. В такие города средства будут поступать напрямую. Не через субъекты, как в этом году, а напрямую в города. Вот у нас такая задача стоит перед нами, перед всеми. А сейчас средства поступают как? Через республиканский бюджет? Через республику, да. И Минжи КХ эти деньги распределяет. Якутск не единственный город в республике, да, который попал в эту программу? 8 населенных пунктов по этой программе, значит, получают средства. Это моногорода и столица республики Саха-Якутия, город Якутск. Понятно. Итак, дворы. Две трети, собственно говоря, этих денег. Вот что конкретно во дворах? Ведь есть же там программа минимума, ну скажем так, да, и дополнительные какие-то опции. Вот расскажите, пожалуйста. Ну, есть действительно минимальный перечень работ. Это обустройство проездов, асфальтирование, освещение дворов, скамейки и урны. Это минимальный перечень, который мы обязаны выполнить. Кроме того, допускается дополнительный перечень. Как раз средства, которые у нас заложены в муниципальном бюджете, мы предполагаем использовать на эти виды работ. Это спортивные площадки, детские площадки, озеленение, возможно, какие-то интересные малоархитектурные формы. Возможно. Парковки. Парковки, да. Парковки также входят в дополнительные перечень. Ну, важно, кстати говоря. Очень важный фактор, да. Поэтому сегодня вот итог по сбору заявок как раз покажет, как же мы распределим средства. Рано подводить еще какой-то промежуточный итог. Уже 20-го будем подводить, наверное, да? Да, 20-го будем подводить, потому что сегодня только сбор заявок. В зависимости от объема заявок. На самом деле мы понимаем, что в этом году мы все дворы охватить не сможем. Нет, мы все нереально просто. Да, просто нереально. Поэтому мы все заявки будем отсматривать, какие же являются приоритетными департамент жилищных органов. А потом все же, наверное, и не подавали, я так думаю. Да, и все, и не подавали все. И более того, еще и у нас есть определенные критерии отбора. То есть по критериям отбора это, значит, обязательно синхронизация с программой фонда капитального ремонта. Обязательная синхронизация с нашими уже планами, которые город Якутск планировал на 2017 год. Ну и плюс, как рекомендательный характер, мы обратились к нашим собственникам, жителям, что они могли бы уже предварительно проработать дизайн проекта, как критерий для отбора. То есть это на самом деле готовность жителей, потому что важным условием этого проекта является соучастие жителей. Вот сейчас мы об этом поговорим обязательно, а вот скажите, пожалуйста, как-то так получается разновекторно, да? То есть с одной стороны вы говорите, что у нас есть обязательства, а с другой стороны обязательства есть и у жителей, собственно говоря. То есть если жители не подают заявок, то что ничего делать еще не будет? Ну в этом году они просто не войдут в перечень, да? Жители должны участвовать, получается. А можно ли хотя бы на сегодняшний день хоть как-то говорить, что количество заявок будет больше, чем, собственно, реально будет? Или так пока еще рано говорить об этом? Больше, чем? Заявки поступают? Заявки поступают, да, продолжают поступать. Нет, больше, чем город сможет благоустроить? Они сегодня уже больше. Уже сегодня, да. На самом деле, исходя из средней стоимости благоустройства, мы понимаем, что мы не сможем осилить 100 дворов. Потому что вот более 100 заявок уже поступило, мы просто на эти средства реально не сможем 100 дворов благоустроить. То есть мы будем отбирать. Понятно. У нас есть звонок, зритель, самое главное, собственно, для нас, для него и работаем, и разговариваем здесь. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире и задавайте вопрос нашим гостям. Алло, добрый день. Добрый день. Это вот жительница Зоя Звонец, в городе Якутска. У меня вот такой вопрос. Кто заявку подает, управляющая компания или жильцы? Или жильцы подают свою управляющую компанию? А вот давайте вот действительно уже поговорим о том, как это должно происходить. Динали. Жители на общем собрании должны выбрать ответственное лицо, которое подаст заявку. То есть должно быть сначала пройти общее собрание? Обязательно, да. Так. Какая-то инициативная группа должна быть для этого, наверное, создана? Да, они должны собрать инициативную группу, которая будет контролировать также ход работ. Представлять интересы собственников, да. Вопрос, который наверняка должен следовать за этим. Жители подают заявку. Их обязательства, что ли, да, исчерпываются этой подачей заявки? Все остальное делает город? Или на жителей ложится что-то еще, о чем жители должны знать, на самом деле, почему они подают заявку? Как раз важнейшим условием этого федерального проекта является вовлечение жителей. Это одно из главных условий. То есть жители, мы привыкли, как ждать от муниципалитета или от государства, что когда-то кто-то что-то сделает. Абсолютно. Патернализм. А этот федеральный проект именно нацелен на то, чтобы важным, одним из важных условий должно быть само желание жителей принять участие в этом. Или финансово, если есть возможность. Таковы условия федеральной программы. Это условия федеральной программы. Или трудовое участие. Выйти, посадить деревья, покрасить, не знаю, заборчики, сделать, может быть, какие-то малоархитектурные формы своими силами. Жители должны в заявке указывать, какой путь они будут. Финансовый, трудовой, да? А они указывают, сколько деревьев они должны покрасить? Ну, количество, конечно, они не обязательно, но они должны указать, что, да, что вот, например, мы построим там ограждение, а покрасят они сами, например. Они могут так указать. Более того, они же у нас сегодня вообще идет процесс соучаствующего проектирования. Вот, не первый год мы этим занимаемся. Жители вовлечены в проектирование самих дизайн-проектов. Именно они определяют условия дизайн-проектов. Что важнее, парковка или детская площадка, площадка для выгула собак или, простите меня, водоотведение. И сами жители должны определить. Да, они могут выбрать дополнительные опции, прежде чем, вот, обязательно, то есть, вот, ничего из обязательного перечня нам не надо, говорят жильцы, да? У нас все хорошо с освещением, с проездом, с урнами и скамейками. Хотим, вот что-то там. Конечно, могут, но по условиям проекта, к сожалению, мы обязательно должны, значит, использовать федеральные деньги на минимальный перечень. То есть, эти деньги должны обязательно? Обязательно на минимальный перечень, да. И только потом уже? И только потом, да, при возможности мы дополнительные опции предусматриваем, причем, как раз ждем от жителей, что они сами, возможно, найдут спонсора, возможно, они сами объединятся, возможно, какое-то финансовое участие. То есть, жители же разные бывают. Есть некоторые жители, например, у которых есть, да, уже желающие там выступить. Хотела добавить, что с местного бюджета выделено тоже софинансирование в количестве 80 миллионов рублей. И мы намерены... То есть, это федеральные деньги, это республиканские деньги, это деньги города? Да, деньги города, да. И в зависимости от количества поступивших заявок, мы посмотрим, может быть, в следующем году средства местного бюджета будут увеличены в два раза. Но это в зависимости, опять же, от реализации по этому году программы, да? А вот пока я не забыл, давайте так немножечко ответвление сделаем. Ко второму направлению реализации этого проекта перейдем. Что такое вот скверы благоустройства, вот это вот одна треть финансирования, это на какие-то уже конкретные скверы, которые вы знаете? Действительно, у нас есть не первый год проработанные площадки, по которым жители поддерживали эти проекты, сами инициировали, например, благоустройство территории, прилегающей к Талому озеру. Или, например, территория бульвара учителя, по которой мы в прошлом году проводили очень интересный международный воркшоп с участием архитекторов из Москвы, Голландии, Италии, Америки. И жители жилых домов, которым прилегает эта территория, очень активно принимали участие. Именно они ждут сегодня реализации этого проекта. И мы планируем, вот в заявках сегодня поступили заявки по этим двум площадкам. И плюс у нас еще более 10 скверов уже поступили заявки на участие в этой программе. То есть это жильцы прилегающих домов подают эти? Да, жильцы прилегающих домов, просто инициативные группы, да. У нас там планируется возведение, например, памятника учителю Михаила Андреевича Алексеева. Инициативная группа подала заявку на вот эту площадку. Кроме того, есть, например, очень интересное заявление по памятнику дворнику, то есть памятник специалистам. А где-то уже есть, по-моему, в каком-то городе, если я не ошибаюсь. Да, есть в других городах. И вот наши жители тоже подали. Есть такой очень интересный эскизный проект скульптора Николаевича Часова. Сейчас эта заявка подана, но будем рассматривать. Члены общественной комиссии будут отбирать, какой из них будет являться. А мне нравятся такие вещи. Памятник водопроводчику, памятник дворнику. Замечательно совершенно. Кстати говоря, а вот если мы говорим о том, что город Якутск должен показать себя и хорошо реализовать этот проект в этом году, для получения прямого финансирования уже в следующем году, есть ли такая ситуация вообще, что какие-то другие города нам конкуренты? Конечно, безусловно. Многие города являются конкурентами. Сегодня по всем городам эта программа стартовала, мы отслеживаем. И есть очень интересные проекты. Серьезный абсолютно дизайн проекты. Но у нас вот такими проектами является действительно бульвар учителя Талоозера, по которым мы прорабатывали, как я уже сказала, не один год проектно-сметную документацию. Это серьезные проекты. По дворовым территориям мы для себя определили, что будем отбирать приоритетные дворы в каждом округе, в котором кроме минимального перечня у нас будет дополнительный перечень. Мы очень надеемся, что у нас будет интересный дизайн проекты, по которым мы получим образцовые дворы в нашем городе, на которые мы будем, как сказать, делать ставки и ориентироваться на то, как должны быть благоустроены города в современном городе. Общественная комиссия, которая будет работать, за какой период времени они должны оценить эти проекты? В течение пяти дней. До 25 апреля мы уже определились. Не мало ли это в течение пяти дней оценить, ну если вы говорите, что там колоссальный какой-то объем, да, а потом критерии, по которым они будут оценивать, это как, знаете, очень можно написать очень красивую заявку, такую роскошную совершенно. Но это не значит, что она хороша на самом деле. Согласны? Ну, мы бы хотели сказать, что программа-то пятилетняя. Те заявки, которые не попадут на 17-й год, они попадут в 18-й, 19-й годы. И каждый год мы будем объявлять конкурс и актуализировать нашу программу. Кстати говоря, на плечах, скажем так, да, если можно так сказать, жителей, не только трудовое или финансовую часть, это еще и последующее обслуживание, да? Да, часть по содержанию. Того, что будет, ну, возведено, я не знаю, можно так сказать. Причем это на самом деле не обязательная опция, это практически рекомендательный характер. То есть люди, по сути, мы должны понимать, что каждый человек будет относиться к своему двору, если он будет за это ответственности. А вот как крестьянин к своему дому, собственно говоря. Да, да, совершенно верно. Если, например, человек возьмет на себя обслуживание этого двора, то он совершенно по-другому будет относиться. Если жители города изъявят это, желание свое, и им будут переданы на содержание эти площадки, качество их содержания, вот, можно быть уверенным, что будет на высшем уровне. Ирина Дмитриевна, а есть ли какие-то уже проекты, ну, вот там, среди обязательного перечня, например, там, скамейки. Вот проекты, а какие скамейки? Вот как раз над этим мы сейчас работаем. Вопрос очень сложный, и на самом деле. А действительно вопрос непростой. Вот хочу не такую скамейку, а другую. Вот, ну, во-первых, это обязательно должно согласовываться с жителями. Ну, безусловно. Более того, у нас сейчас подключены там пока студенты кафедры архитектуры, они прорабатывали эскизные проекты. Пока мы таких прорывных проектов не увидели. Члены общественной палаты, например, четко будут отслеживать эти дизайн-проекты, и они изъявили желание, что должны быть они все-таки какие-то, ну, знаковые для города Якутска. Поэтому я обратилась к своим коллегам, архитекторам, дизайнерам, значит, принять участие в небольшом конкурсе. На две недели мы объявили конкурс на разработку эскизных проектов уже со стороны профессионалов. Очень надеемся, что они дадут нам свои предложения. Лучшие проекты будут как-то популяризироваться на портале? Да, да. На нашем портале OneClick будут размещены и дизайн-проекты. Сейчас уже есть такая возможность зайти на сайт и посмотреть. И посмотреть OneClick Якутск. Да. Сергей, общественная палата города Якутска, ну, не могу вас в стороне оставить, но никак. Вот она-то чем вот в этом проекте? Ну, не знаю. Вообще, я сторонник системного подхода, да. Вот этот интересный проект, да, он первый год у нас появился. Да. И для нас это пока, как сказать, неведомая тропа. Мы по ней не ходили. Мы не знаем, как это будет дальше все это реализовываться. Ведь это же бюджетные деньги. В соответствии с бюджетным кодексом там должно, скорее всего, быть, проводиться все по 44 ФЗ. А это, значит, через аукционы и так далее и тому подобное. Настолько сложно. С одной стороны, жители как бы поимели возможность реально увидеть своими эскизами, то есть вот вместе с архитекторами нарисовать супер какую-то там, условно говоря, площадку. Или там необычную систему парковок и так далее, и так далее. А смогут ли те подрядчики, которые выйдут по этому конкурсу, по отбору, да, ну, в смысле, по вот этому, через аукцион, смогут ли они это выполнить? И этот вопрос остается пока неизведанным. То есть вот этот вот разрыв между проектом и исполнением, да? Такое возможно. Как раз задача членов общественной комиссии мониторить, контролировать реализацию и дизайн проектов, которые пожелают наши жители увидеть, ну, реализовывать. Ну, давайте будем считать, что мы заявились, у нас время уже все истекло. У нас реклама на нашем канале. Вернемся обязательно через две минуты и продолжим разговор. Продолжаем наш выпуск. 42-38-97. Телефон нашего прямого эфира. Фонд общественного мнения 4 апреля опубликовал результаты опроса. Респонденты отвечали на следующий вопрос. Какие социальные и экономические проблемы вашего региона в последнее время волнуют вас больше всего? Там есть интересные такие перлы. Нет таких проблем. 2% сказали. Я не знаю, в каких городах живут эти люди, у которых нет никаких проблем. Но вот пятерка. Начну с пятого места. Пятое место занимает ситуация в сфере здравоохранения. 26% указали на проблемы в этой сфере. Низкий уровень пенсии, стипендий, пособий. 31%. Рост цен на товары и услуги. 42%. Низкий уровень зарплат. Это второе место. 44%. Догадайтесь, что на первом месте. Высокие цены на услуги ЖКХ. Сейчас об этом поговорим. Так сформулировано. Вот именно так сформулировано. Высокие цены на услуги ЖКХ. Кстати говоря, Наталья Патон, вот с этого, может быть, и начнем. А почему жители... Меня бы волновали больше, наверное, низкие зарплаты. Вот из этого, во всяком случае, перечня. Низкие, может быть, зарплатные платы. И все-таки какое-то удорожание продуктов. Почему же ЖКХ оказывается всегда в такой ситуации, как жилищно-коммунальное хозяйство? Вот как оно даже. Вот как оно для битья что-то такое. Ну, поэтому, добрый вечер, во-первых, уважаемые телезрители. Сегодня в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в связи с тем, что вы, как правильно отметили, очень много вопросов. И вопросы рождаются в основном из-за непонимания, из-за недоинформированности, из-за непрозрачности. А, кстати говоря, непонимание происходит еще, может быть, из вот этого неправильно сформулированного штука цены на ЖКХ вообще, да? Да, вот это тоже... Это тоже, кстати говоря, дает... Достаточно избитая тема, но мы считаем, что на сегодняшний день надо обращать внимание не сколько на цену, сколько на платеж. Тот платеж, который состоит не только из цены, но и из объемов потребляемых тех же коммунальных услуг, других жилищных услуг, да? Те же квадратные метры, которые применяются при расчетах. И сегодня мы говорим о том, что для увеличения, для повышения прозрачности этих расчетов, сегодня в стране внедряются информационные технологии. И с 1 июля этого года будет внедряться система федеральная, да, ГИС ЖКХ, государственная информация. С 1 июля? С 1 июля. Но республика эту работу начала раньше, и мы сегодня готовы презентовать те результаты, которые мы обнаружили, когда внедряли систему свою, оригинальную. И сегодня мы увидели достаточно пеструю картину, а всякая информатизация, она выстраивается именно по нормативно-правовым актам, да? Поскольку, тем более, что система и государственная, значит, все нормативы, объемы, тарифы и так далее, порядок расчетов, он весь закладывается в систему строго по требованиям нормативных правовых актов. Это в первую очередь требования жилищного кодекса, правил предоставления коммунальных услуг, ну и по жилищным услугам ряд документов. В чем сейчас, если можно так выразиться, вот этот раскардаш? Раскардаш. Раскардаш мы обнаружили, когда начали распространять систему уже на территории всей республики. Как оказалось, у нас есть значительная разница между подходом вот тех участников жилищно-коммунальных услуг к тем порядку расчетов и к порядку выдачи вот тех пресловутых квитанций, которые сегодня выдаются людям на руки. Очень много вопросов возникает именно, когда население не понимает, что в этих квитанциях или платежных документах. Но так не везде. Хочу сказать, что у нас на территории республики, там где оприборенность достаточно высокая, сегодня у нас кроме информатизации очень актуальная тема это энергосбережение. И установка приборов учета, расчеты по приборам учета, это тоже один из тех вопросов, которые требуют, ну, такого большого внимания. К сожалению, сегодня вот говоря о ценах, да, мы забываем про объемы. Давайте вот их наряду, вот объемы и цены, они формируют платеж. Объемы потребления? Да, объемы потребления. Поэтому они формируют платеж, и чтобы человеку стало понятно, за что же он платит, направлена вся работа госорганов в этом отношении, да. И сегодня мы говорим о том, что сложилась вот эта неодинаковая практика. Особенно у нас это наблюдается в городе Якутске, в столице, где, ну, треть населения у нас проживает, да. Поэтому мы готовы сегодня объявить о том, что с 1 мая текущего года будет приведен в порядок вот тот привычный уклад, который мы сегодня привыкли наблюдать в городе Якутске, да. Унификация произойдет. Унификация, да, по всей республике. Платежных документов? Платежных документов. Выдача вместо квитанции, которые сегодня путают граждан, когда там распечатывается авансовый платеж. А вот давайте мы, можно попросить, седьмой слайд, покажите, пожалуйста, нам. Ну, сейчас, сейчас. Да, расчеты должны производиться за прошедший месяц. Вот надо одно, как говорится, зарубить себе, да, что в сегодняшний день путаница в этих квитанциях происходит, потому что гражданам тут же делают перерасчет. Когда вот у нас дисциплина, к сожалению. И ты уже должен, хотя не должен. Хотя не обязан еще человек оплатить текущий месяц. Вот, седьмой, вот посмотрите, пожалуйста, мы все правильно поставили, да? Да, правильно. Вот это вот квитанции, которые выдаются сейчас. Да, здесь формируется уже, вот в нижней части, где услуги расписаны, это уже выставление счета за авансом за текущий месяц, который еще не закончился. А согласно 155 статье ЖК, у нас внесение платы должно производиться за фактически оказанные услуги за истекший месяц. Вот в связи с этим мы приводим это в соответствие с требованиями законодательства и будет выдаваться платежный документ, согласно требованиям ЖК, платежный документ, который будет формировать на расчеты за фактические расходы прошлого месяца. А оплачивать его необходимо, ну, до 10-го числа следующего месяца. И мы предлагаем вот жителям по этому поводу не беспокоиться, потому что пение и так далее, они считаются только за тот период, который человек просрочит более чем на 40 дней. То есть там временной ямой не получится такой? Ну, вы понимаете, да, о чем я спрашиваю, потому что новые платежки, а он по старым будет платить еще в это время? Ну, проблема будет наверняка с тем, что люди привыкли в любое время приносить показания своих приборов учета и тут же требовать расчет, ну, как бы по факту, да, как будто бы правильно на первый взгляд. Но поскольку те услуги, которые у нас оказываются ежемесячно, они имеют свойство формировать ежемесячный расчет, соответственно, по ним необходимо навести какой-то определенный порядок по срокам передачи. Ну, по части приборов учета, это даты, мы сегодня рекомендуем с 20-х чисел, с 20-го по 25-е число текущего месяца, если человек снимать и передавать показания приборов учета, платить он будет в следующий месяц. Алексей Григорьевич, ну вот мы говорим о приборах учета, собственно говоря, каковы особенности их установки? И вообще, вот, республика, она, вот давайте я тоже неологизм скажу, она приборена уже? Ну, приборена не столько, сколько надо, да? Так. У нас в основном... Надо 100% будем считать? Да, должно быть 100%. Так. В следующий день приборенность у нас где-то процентов 80. Ну, все равно так нормально. Ну, это мы считаем все равно недостаточно, да? Но приборы учета есть общедомовые по тепловой энергии, по электрической энергии, ХВС, ГВС. И еще должны быть индивидуальные приборы учета, то есть поквартирные. На сегодняшний день вот по индивидуальным приборам учета тоже показатели очень низкие, где-то 57%. На сегодняшний день по индивидуальным приборам учета. По общедомовым более-менее. Но мы продолжаем как бы эту работу проводить, и кроме вот этих общедомовых приборов учета, да, должны быть еще погодные регулирования. Это вот обязательно, да? Вот мы сейчас здесь вот сидим, чувствуем, что тут жарковато, да? Ну, это вам. Это, получается, называется перетоп. А когда мы устанавливаем погодные регулирования, это как раз дает... Это не датоп. ...тот эффект, который мы лишнее тепло не берем. А прибор учета, он как раз-таки фиксирует фактическое потребление той или иной энергии. Ну, тепловой энергии, да, допустим. Вот тогда как раз нам нужен погодный регулирование. Что надо сделать для того, чтобы индивидуальные приборы учета ставились, собственно говоря, вот как вы говорите, и достигали уже того достаточного значения, да, которое нужно? Это просто информирование жителей. Я не знаю, это вот что для этого надо сделать? Ну, в первую очередь, ну, есть порядок, да, если потребитель решил установить индивидуальный прибор учета, он должен обратиться в управляющую компанию. Если нет управляющей компании ЛТСЖ, тогда напрямую и ресурсоснабжающей организации. Соответствующим заявлением, ну, в произвольном виде пишется, они приходят, устанавливают и ставят пломбы. Ну, если речь идет о стимулировании, да, то сегодня с 1 января этого года уже применяются повышающие коэффициенты к тем, значит, владельцам или там собственникам жилья, которые не установили индивидуальные приборы учета на воду, на электрическую энергию. То есть стимулируют рублем? Да, стимулируют. В обратную сторону, да. Ну, надо понимать, когда устанавливаем прибор учета, да, только установив прибор учета, получаете, ну, не экономию, да, а факт потребления меньше, чем по нормативу, процентов на 10 минимум. А когда вот дополнительно еще устанавливаем погодное регулирование, там, получается, экономия достигает до 30-50 процентов. А, кстати, мне всегда было интересно, за счет чего? Вот, ну, что человек, что, выбегает в коридор на счетчик посмотреть, много ли я там воды потратил, потом возвращается и выключает кран, да нет, конечно. Это почему? Почему экономия-то происходит? Экономия по воде имеется в виду, да? Ну, экономия по воде. Ну, в частности, по воде. Ну, в частности, если по воде, ну, конечно, если стоит счетчик, да, конечно, человек уже начинает смотреть, уже подсознательно. Да никогда я в месяц раз к нему не подойду, я подойду только когда показания снимать. Получается, по нормативу сколько? 300 лет. Нормативы достаточно высокие, там 3 куба горячие, ну, 2,91, это горячая вода, и 6 кубов на одного зарегистрированного, это холодная вода. 9 кубов в месяц, ну, вот представьте, использовать. Это физически неизборно. Это нереально же. Конечно, конечно. Поэтому по прибору это факт. Тот, который установил прибор и один раз оплатил по приборам учета, он сразу поймет, что у него действительно экономия есть. И он уже сам будет думать, на максимально открывать кран или на минимуме. Да, это понятно. Есть ведь еще, собственно, еще один, как такой, вот считаю важным, да, затронуть эту тему, безналичные платежи, да, безналичный расчет, кабинет, собственно говоря, да, пользователей, можно так сказать, да. Елена Владимировна. Елена Владимировна, да, простите, добрый вечер. Расскажите об этом вообще, да, о том, что это за система такая. Ну, на сегодняшний день у нас в республике реализована единая система по начислению и организации сборов платежей за жилищно-коммунальные услуги, да. В данной системе наша компания является оператором по приему платежей, в том числе через портал электронной ЖКХ республики Саха-Якутия. Те граждане, тем гражданам, да, которые обслуживаются в организациях коммунального комплекса, а это управляющие компании, ТЦЖ, РСО, да, которые именно подключены к этой системе, им доступна сейчас возможность вот пользоваться электронными сервисами вот этого портала, личного кабинета и портала в целом, да. Елена Владимировна, сейчас мы вернемся к этому, у нас звонок зрителя. Хорошо. Я считаю, это очень важно на самом деле. Будьте добры, вы в эфире, пока нет звонка. В общем, какие преимущества дает это гражданам на сегодняшний день? Во-первых, это электронный ввод показаний приборов учета в личном кабинете. А как называется эта система? ЯС, ЖКУ, или в простонародье Дом онлайн. Дом онлайн. А будьте добры, поставьте нам, пожалуйста, второй, если я не ошибаюсь, слайд. Нет, 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 нет. Ну, это не совсем то, это, собственно говоря, вот... Это сам портал, это страница, главная страница, да. Следующий, если возможно, да, третий слайд. Вот как можно, собственно говоря, проверить... Да, да, проверить управляющие компании ТЦЖ или РСО работают в этой системе или нет для начала нужно. Ну, в принципе, у нас более 80%, наверное, да, республики уже работают в единой системе. И, наверное, подключены 248 организаций, да, вот внизу? Да, абсолютно верно. Но в процентном отношении, наверное, меньше. Меньше, да. Поэтому нужно проверять список организаций, подключенных к системе. В чем прелесть? Давайте. Опять же, первое, вот показания приборов учета, и причем можно посмотреть архивные данные, вот как уже сказали, да, человек, когда пользуется счетчиками, да, он... Ну, ему уже интересно, где он сэкономил, где нет. Там есть достаточно-таки довольно доступные таблицы, да, предыдущие показания, текущие показания ввести. Опять же, напомню, что рекомендуемая дата с 20 по 25 число текущего месяца, да, эти данные автоматически транслируются вот в эту биллинговую систему, в которой управляющая компания, например, работает. То есть они уже доступны к просмотру вот показаний этого человека. Просмотреть можно свои начисления, распечатать платежный документ и, конечно, оплатить, оплатить любой банковской карты. Вот оплатить сейчас, вернемся, все-таки у нас есть звонок зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос нашим гостям. Добрый вечер. Я собираюсь установить на электросчетчики, то есть на счетчики для воды пломбы. Управляющая компания меня заставляет только у них пломбировать. Имею ли я право пломбировать в других компаниях? К вам, наверное, Алексей Григорьевич. Ну, пломбу должны устанавливать компания, которая именно обслуживает ваш объект, ну, ваш дом. То есть та управляющая компания, которая вас обслуживает. Если у них недостаточное времени, то есть, ну, два предприятия, да, частные компании, которые, у них есть соглашение с ресурсоснабжающей организацией, они сами устанавливают и пломбируют. Угу. Ну, компания может говорить на прямом эфире или это... Ну, можно. Вот, есть две компании, это ресурс контроль и фаворит. Ну, неважно, озвучили, озвучили. Возвращаемся, Елена Владимировна. Ну, я в целом хочу сказать, что на сегодня вот безналичные платежи... И сделать платеж, собственно говоря. Да, и сделать платеж любой банковской картой, то есть там эквайринг действует. То есть, в принципе, вот сейчас очень популярны безналичные платежи, электронные расчеты, люди занятые, да, работающие для такой категории. Я хочу сказать, что в разы у нас увеличивается количество активных плательщиков и посетителей портала, да, конечно. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Не надо выходить из дома, ходить по различным поставщикам услуг, особенно если у вас способ управления прямые расчеты. Это можно все сделать через интернет и электронный виде. Мария Ильинична, ну, наверное, вот к вам теперь вопрос, да, как МФЦ, да, функциональный центр, вот популяризация электронных услуг, ну, как она, вот насколько это важно, да, что дают электронные услуги? Ну, вот мы сейчас как бы вот начали как раз об этом же говорить. Так, ну, я допомню. Действительно, предоставление услуг в электронном варианте является вектором развития вообще нашего государства в целом. На сегодняшний день те услуги, которые уже внедрены на базе портала госуслуг, что на уровне Российской Федерации, что на уровне Республики Саха-Якутия, очень зарекомендовали себя как удобной системой для того, чтобы человек, не выходя из своего дома, в любое время дня и суток, не дожидаясь в каких-то очередях, подал, грубо говоря, заявку на предоставление той или иной услуги. Портал электронная ЖКХ, оно также организовано на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Республики Саха-Якутия. Таким образом, для получения доступа, так сказать, организации личного кабинета требуется, во-первых, регистрация на портале госуслуг, для чего необходимо будет заявителю внести паспортные данные, данные СНИЛС, номер мобильного телефона, при желании адрес электронной почты, после чего необходимо осуществить процедуру подтверждения учетной записи. То есть, проще говоря, доказать, что это я есть, заявителю необходимо. Центр моей документы, ну как, являются центром подтверждения таких учетных записей. Наряду с многофункциональным центром, такими центрами еще являются и филиалы Почты России, Ростелекома, это центры его обслуживания, пенсионный фонд, фонд социального страхования и непосредственно Министерство связи Республики Саха-Якутия. Помимо этого, стоит отметить, что на базе нашего центра, их всего 44 по Республике Саха-Якутия, из которых 5 базируются непосредственно в городе Якутске, в каждом офисе у нас оборудованы рабочие места именно по получению услуг в электронном варианте, где любой желающий самостоятельно может зайти на портал госуслуг и получить ту или иную услугу, в том числе и по электронному ЖКХ. Спасибо огромное. А у нас пока реклама. Вернемся через 2 минуты. Мы вновь в прямом эфире. Телефон, которого вы видите на своих экранах. У нас как раз есть звонок нашего зрителя. Будьте добры, представьте, пожалуйста, и задавайте вопрос нашим гостям. Добрый день. Меня зовут Мария Егоровна. Я хочу... Алло, добрый день. Да-да-да, добрый день. Меня зовут Мария Егоровна. Очень приятно. Вот моей матери, как ветерану тыла, ей 86 лет, приносят пенсию на дом, Почта России. И в тот раз доставщик пенсии, этот мужчина, сказал, что можно сейчас через них платить квартплату. У него есть терминал такой квадратненький, маленький. И там он заходил по номеру нашего лицевого счета в наш кабинет и смотрел, и все сказал, сколько у нас долг и так далее. Это правда, да? Вот просто мы в тот раз пока не это повесили, поэтому не стали оплачивать. Но можно, да? Вот его... Ну, вопрос задан, сейчас будет ответ. Спасибо вам большое. Да, на самом деле у нас крупных платежных агентов несколько, почта в том числе. И недавно действительно они нам подтвердили, что есть официальный способ внесения оплат таким образом для пенсионеров, которые получают пенсию на дом. Там вот прозвучало слово квартплата. Это только квартплата или это вообще, собственно говоря, и... Мы интересовались насчет квартплаты. Квартплата, да? Да. Продолжим, Елена Владимировна. Я бы хотела дополнить, что вот именно регистрация в личном кабинете портала электронной ЖКХ происходит через портал единой госуслуги. Сейчас многие пользуются госуслугами, да, это очень удобно. Поэтому если человек уже зарегистрирован, он автоматически попадет в личный кабинет вот портала электронного ЖКХ. А если нет, пожалуйста, добро пожаловать в МФЦ, либо все инструкции на портале тоже есть по регистрации. Да, понятно. Анна Павловна, ну вот как руководитель Центра защиты потребителей услуг ЖКХ, как общественный человек, чего надо бояться в этой ситуации или ничего не надо? Ну, мне кажется, что... Или наоборот происходит упрощение того, что было раньше очень сложным и непрозрачным. Я правильно говорю, что это, в общем-то, непрозрачные, на самом деле, какие-то вещи, да? Вдруг становятся нормальными? Ну, я начала с того, что, в принципе, тут бояться оснований, в принципе, нет. Потому что, если внимательные телезрители посмотрели слайды по платежкам, они, наверное, уже уловили, что в новом платежном документе исчезает сальдо. А давайте еще раз покажем слайд номер 8. В старых платежных документах, значит, мы видели, что идет строка, начиная сальдо на конец месяца, сальдо на начало месяца. И очень многих потребителей по этой платежке водило в заблуждение. Поскольку, значит, особенно люди пожилого возраста обращались в нашу организацию с вопросом, а почему мне постоянно ставят, что я должен? Понимаете? Люди воспринимали вот это сальдо как долг по платежу. И приходилось, значит, им объяснять, что если они оплатят до конца текущего месяца, значит, сальдо будет нулевое. И так и советовали, попробуйте сделать так, и вам сразу станет ясно. Тогда это аванс. Да. Это, конечно, аванс, но для того, чтобы человек лучше понимал, потому что вот это сальдо, оно как-то вот чисто психологически действовало на людей раздражающе. А в новом платежном документе, я надеюсь, сейчас его покажут. Вот следующий слайд, будьте добры. Нет, нет, нет. А, ну, кстати, вот новый платежный документ. Значит, вот наверху выделено красным, значит, прямоугольник. В этом прямоугольнике будет стоять только сумма платежа, внесенного в предыдущем месяце. И сумма платежа, которую необходимо оплатить, вернее, за предыдущий месяц, а это сумма уже внесенного платежа. И никакой путаницы здесь, в принципе, не будет. Вот, поэтому здесь основания опасаться чего-либо, в принципе, нет. Вот еще раз просто повторим для наших зрителей, это уже с 1 мая начинает действовать. Вы пока в республике. Да, начиная с платежей за апрель, получается. Да, начиная с платежей за апрель. Ну, хочу отметить, что во многих наших крупных городах, да, в Нейринге, Валдане, значит, в Ленске и вот в Житая городском округе, в принципе, люди, которые привыкли рассчитываться по приборам учета, они понимают эту систему и платят. Вот особенно у нас в этом смысле отстал город Якутск, ну и другая, остальная территория нашей республики. А с другой стороны, я бы хотела еще отметить, что наряду вот с такими возможностями по установке приборов учета, необходимо иметь в виду каждому, что возникают еще и обязанности по содержанию данного прибора учета, обязанности по своевременному, значит, оповещению управляющей компанией ресурсоснабжающей организации, это с 23 по 25 число ежемесячно. Значит, о показаниях этого прибора учета, о своевременном введении в эксплуатацию и о сохранности пломб. Вот это все обязанности возникают при установке данного счетчика. Ну и нормальные обязанности совершенно. У нас есть еще один звонок, давайте примем. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Николаевич. Да, Виктор Николаевич. Улица Лермонтова, 45. Наш дом ведем вот осенью только. И мы сейчас, жители, стоим через вопрос, создавать или совет МКД, или ТСЖ. У нас вообще в городе обучают, вот, представители ЕССЖ или совет МКД, вот, по вопросам формирования платежей по коммунальным услугам. А вот вопрос. Так, ну, я отвечу. Значит, у нас вообще для ТСЖ, для председателя проводятся бесплатные семинары по линии нашего подведомственного учреждения, автономного учреждения, учебно-курсовой комбинат ЖКХ. Ну, значит, необходимо, наверное, обратиться вот непосредственно и в это учреждение, и в министерство. Мы подскажем и поможем, как действовать. А вообще, хочу сказать, что вопросы, да, компетенции и развития обучения в отрасли достаточно актуальны и востребованы. Ну, сегодня вот хотелось бы, чтобы, если спрос будет формироваться вот в таких объемах, конечно, мы должны будем дать адекватный ответ. И еще я хотела дополнить, самое главное в этом платежном, новой форме платежного документа будут, значит, отражены показания общедомового прибора учета. Это особенно актуально по тепловой энергии, когда у нас граждане, да, не получают перерасчет и достаточно непрозрачно формируются вот эти перерасчеты, то ли до начисления, то ли не снятия, да. И в данном случае мы надеемся, что новая форма платежного документа и система, которая позволяет формировать расчеты, да, автоматически, они помогут вот в этом вопросе. Да, хорошо. Извеченном вопросе, который сегодня волнует граждан. Наталья Борисовна, а как к вам идут все равно люди расставаться с наличными деньгами? А очереди редеют уже, на самом деле? Ну, такого, чтобы прямо очереди стали редеть, я не заметила, честно говоря. Ну, хорошо, а, собственно говоря, вот если все перейдут на безналичные платежи, будут заходить на портал Дом Онлайн, все равно же, наверное, к вам будут нести платежки? Ну, вот я хотела добавить по поводу портал Дом Онлайн, это касается жилищно-коммунальных услуг тех управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, которые обслуживаются в этом комплексе. У нас есть тоже свой личный кабинет Якутско-энерго, то есть зарегистрироваться на нем можно тоже через сайт Якутско-энерго, в принципе, не приходя на данный момент в наш центр службы. То есть все равно все приходит, так или иначе, к приоритету безналичности? Ну, да, да. То есть безналичные платежи достаточно растут. Вот мы анализировали прошлый год, у нас уже порядка 25% в нашем потоке, это все-таки уже безналичные платежи. Ну, достаточно много. И с этого года мы еще с 1 марта заключили договор со Сбербанком, там, где мы уже являемся плательщиком комиссии. Поэтому там тоже, ну, март месяц один прошел, ну, как бы платежи уже поднялись. То есть люди все-таки платят в том числе через онлайн Сбербанк, то есть, ну, в этом плане прогрессивные граждане все-таки пользуются этими ресурсами. Давайте тоже потихонечку, полтора минуты осталось у нас в эфире, потому что вот мы проговорили, и наверняка у кого-то, может быть, остались какие-то вопросы. Потому что сфера ЖКХ, сфера такая черноземная, густая, в ней так сразу, наверное, не разберешься, да? Наталья Платонна, может быть, давайте вот просто еще раз. С 1 мая новые платежки. Ну, проговорили про это хорошо и несколько раз их показали. Значит, что еще важно вот подчеркнуть? Дом онлайн. Система. Ну, гражданам в первую очередь хотелось бы сказать, что ничего экстраординарного не происходит. Не происходит совершенно. Да, пугаться вот этих изменений не нужно. Наоборот, они должны внести ясность, да, в порядок расчетов, в понимание этих платежей и расчетов, долгов, в конце концов, да? И, значит, постепенно мы должны прийти к тому, чтобы передавать показания индивидуальных приборов учета периодически, практически в одно и то же время. Спасибо вам большое, дорогие гости. Наше время в эфире подошло к концу. Я, как всегда, вам, дорогие телезрители, желаю уверенности в завтрашнем дне. Смотрите нас. Субтитры подогнал «Симон»